Аккуратные дорожки, скамейки, ландшафтное освещение. Зелёный и уютный уголок появился на севере столицы на месте заброшенной промышленной зоны. Есть даже свой мини-зоопарк. Его обитателям, очевидно, новое место жительства пришлось по душе. После такого волшебного преображения набережная моментально стала точкой притяжения для москвичей. Обновлённая территория – лишь часть масштабного проекта, гармоничного, а главное – равномерного развития и озеленения всех районов Москвы. Сегодня сюда приехал Сергей Собянин. А можно вам включить рисунок? Давай. Ух ты, это мне подарок такой, да? Только за последние годы в городе появилось 500 новых зелёных зон и парков. А здесь, недалеко от набережной, совсем скоро откроется технопарк. Строительная отрасль Москвы – одна из самых крупнейших. Каждый год сдаём около 9 миллионов квадратных метров. И не только регионы, детские сады, школы, спортивные объекты. Очень здорово, что инвесторы стали заниматься не только строительством объектов, но и обустройством. Сегодня мы занимаемся совместно этими объектами. И город занимается активным благоустройством. И компании начали подтягиваться. Технопарк уникальный. Здесь будут разрабатывать инновационные строительные материалы и новейшее оборудование для крупных городских проектов. Появится и учебный центр по подготовке высококвалифицированных специалистов. Архитектура и строительство зданий и задачи, которые поставил нам кандидат мэр Сергей Семёнович Собянин, требуют новых подходов. Они выражаются в качестве среды. Качество среды выражается строительными материалами. Барельефами, как в метро, скульптурами. И мы научились привлекать и объединять архитекторов, скульпторов и художников. В рамках своей предвыборной кампании Сергей Собянин регулярно посещает производство и отвечает на вопросы рабочих.